Многотонной машине приходится переезжать преграды на недавно отвоёванной у боевиков дороге в Артёмовск, или как называют его на Украине, Бахмут. По обочине в атаку нельзя, везде мины. Продвижение есть вперёд? Очень часто мы меняем позиции, потому что дальность уже иногда не позволяет. Уже с Бахмута Wi-Fi достает ездить. Три весёлых друга в экипаже самого быстрого танка нашей армии. Это Т-80, где-то. Броню с начала спецоперации оберегает талисман. Наташка вообще наш, Птура-отвод. Этим танкистам, которые, кажется, ни минуты не могут без шуток, чуть больше 20 лет. Но они опытные воины, кавалеры орденов мужества. Сражаются на самом напряжённом участке фронта. Сжимают тиски с юга Артёмовска, где боевики все поля и лесопосадки превратили в такие опорники. Наблюдай! Огонь, 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 огонь. Увери, увери. Увери, да. Первые выстрелы, чтобы разогреть ствол танка, который стал знаменитым в войсках под прозвищем «Зверь». Зверь, ближе к стопу, сильный огонь. Принял тебя. Задача поразить этот блиндаж под накатом брёвен, в котором пытаются укрыться националисты. Точное попадание. Пока не прилетела ответка, танкисты на полном ходу меняют позицию. Вновь с боевым задором. Механик-водитель с позывным «Щип», в отличие от товарищей, не может закрыться от грязи. Нужно смотреть на дорогу. Я люблю свою работу. Пополняют боекомплект. Этой горы снарядов хватит на пару часов. Автомат заряжания работает почти на износ, но не подводит, ребят. Танк «Зверь» в этот раз вызвали для охоты на противника, который сосредотачивается в лесополосе. На тепловизоре это выглядит, как белые точки, пересекающие поле. Оставаться неуловимыми помогает разведка. Сообщают о перехвате радиопереговоров вражеских артиллеристов. Отходят на запасную позицию. Пытаясь удержать Артемовск, боевики не жалеют ни снаряды, ни людей. В тех лесопосадках недавно были укрепорайоны боевиков, в том числе вот еще один из опорных пунктов, который недавно удалось отбить нашим бойцам. Вот здесь понимаешь, почему это место называется Бахмутская мясорубка. Повсюду тела украинских боевиков, и явно какие-то из них здесь находятся давно. Но украинские командиры просто не забирают эти тела, и явно не считаются с потерями. Больше, наверное, на моральном плане на их армии больше действуют, раз они все резервы со всех направлений туда перекидывают. То есть если они не смогут удержать Бахмут, у них начнутся проблемы внутри подразделений своих. Поэтому ложат своих людей нещадно, чтобы хотя бы не остановить это, а хотя бы оттянуть время, потому что это неизбежность. Вот очередная попытка контратаки противника под Артемовском. Три украинских танка выезжают к поселку Курдюмовка. В чистом поле они как на ладони. Наши противотанкисты начинают наносить удары. Экипажи противника поздно осознают, что командиры их отправили на смерть. Наконец, очередная управляемая ракета влетает точно в машину. А вот как наш экипаж выкатывается вплотную к боевикам в лесополосе, молниеносно под прикрытием деревьев разбивает фортификацию в упор метров с 30. Танк уезжает. Выжившие националисты пытаются в панике бежать вместе с ранеными. На помощь никто не идет. Эвакуация у них до пяти человек не происходит. Даже если свыше пяти они не могут подъехать, соответственно, они тоже их не забирают. Вдогонку убегающему противнику работают наши гаубицы. Националисты уничтожены. Еще несколько десятков метров под Артемовском отвоеваны. Дмитрий Кулько, Павел Лихолетов, Илья Репнин, Первый канал, Донецкая Народная Республика. Дмитрий Кулько, Павел Лихолетов, Илья Репнин, Первый канал, Донецкая Народная Республика.